Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege это та редкая сетевая игра, где проблемы с балансом персонажей стоят далеко не на первом месте. За три с половиной года жизни игры откровенно имбалансный опера мне вспомнился всего лишь один. Элла, которая своим скорпионом укладывала всю команду противника одной левой кнопкой мыши. А вот откровенно слабых оперативников в игре предостаточно. Несмотря на то, что еще год назад разработчики делились планами по переделке таких оперативников, вот и ныне там, игроки, привыкшие к этому факту, предпочитают таких персонажей просто игнорировать. Но нас с профессором такая ситуация совершенно не устраивает. И мы решили немножечко помочь разработчикам с идеями по переработке самых неудачных, на наш взгляд, оперативников. В рубрике Patch Note мы постараемся разобраться в проблемах каждого слабого персонажа и предложим варианты исправления их характеристик, способностей и вооружения. А также проанализируем влияние сделанных нами изменений на геймплей и баланс игры в целом. Большинство исправлений для оперативников в этой рубрике мы придумываем сами и пытаемся их органично подстроить под уже существующие механики игры. Но некоторые интересные идеи все же могли быть подсмотрены на других ресурсах. Однако даже в таких случаях мы докручиваем эти идеи до рабочего состояния перед тем, как рассказать о них вам. Короче, довольны вступлением. Как вы уже поняли по названию сегодняшнего ролика, мы будем делать Тачанку снова великим. Проблема Александра Синавьева, также известного как Тачанка, понятна, наверное, всем. Его пулемет неподвижен, а Радуга – игра крайне динамичная. Если ты стоишь на месте, ты – легкая мишень. И как только позиция пулемета станет известна, дело остается за техникой. Вариантов выкуривания стоящего на месте оперативника в осаде – огромное количество. И на наш взгляд неподвижность – это первый и самый важный аспект, который нуждается в переработке. Тачанка в целом довольно простой оперативник, и у него нет никаких особенных механик, подкручивая настройки которых его можно было бы просто усилить. Все, что умеет Тачанка – это строчить из своего пулемета незадачливых штурмовиков. И это даже неплохо. Такие оперативники игре тоже нужны. Но было бы еще лучше, если бы у Тачанки появились какие-то уникальные фишки, инструменты для балансировки, которых сейчас у него, к сожалению, довольно мало. В сообществе на данный момент куча предложений по модернизации пулемета. Некоторые из них даже решают обозначенную нами проблему стационарности. Было даже одно забавное предложение приделать к треноге Тачанки колесики, чтобы он мог тихонько перемещаться вместе с пулеметом. Идея интересная, но выглядеть это будет, мягко говоря, комично. Поэтому на наш взгляд, первое и самое главное изменение – совсем убрать треногу у ДП-28 и позволить Тачанке носить пулемет в руках, как это делает итальянец Маэстро. Это даст сена в его так необходимую ему мобильность. А чё так можно было, что ли? Второй момент. Нужно как-то разнести Тачанку и Маэстро по разным ролям в защите. И наш вариант такого разделения – это сделать Тачанку первым оперативником в игре, у которого в бою будет сразу три разных переключаемых ствола. Отчасти таким оперативниками является баг, однако же его подствольный дробовик является скорее гаджетом для пролома стены полов, нежели полноценным оружием. И раз пулемет Тачанки становится отдельным образчиком вооружения, то нужно позволить навешивать на него все те обвесы, которые доступны другим пулеметам в игре. Это касается как прицелов, так и дульных приспособлений. При этом отдачу самого пулемета я предлагаю не менять. Это будет служить неким противовесом и не позволит Тачанке выбиваться из баланса. А я предлагаю вовсе избавиться от реликтового ДП-28 и поменять его на что-то посерьезнее. Например, на классический вариант пулемета Печенек. Боллпап-версия которого уже представлена в игре. А лучше на совершенно новый пулемет, как вариант на замечательный АЕК-999 Барсук. Ключевой же особенностью нового вооружения Тачанки и в то же время отличием от других пулеметов будет цельная лента на 300 патронов, которая позволит расстрелять весь боезапас без единой перезарядки. А для сохранения баланса мы сравняем скорость прицеливания, урон и скорострельность с остальными пулеметами в игре. В итоге получается, что при скорострельности допустим 700 выстрелов в минуту Тачанка сможет вести непрерывный огонь на протяжении аж 26 секунд против 5 секунд у пулемета Маэстро. Как вам такое? Что же касается обвесов, о которых упоминал Ксандр, то я предлагаю сделать доступными все дульные устройства, за исключением бесполезного длинного ствола и все прицелы, включая великолепный русский АКОК. А вот сменных рукояток давать, думаю, не стоит, так как дальнейшее улучшение отдачи, как и скорость прицеливания, может сломать и без того хрупкий баланс нового пулемета. Все эти изменения должны в корне изменить основную роль Тачанки в бою и превратить его в оперативника контратаки и первой встречи штурмовиков. Огромная огневая мощь без существенных ограничений в передвижении сделает его очень опасным противником, а различные тактики раша легко могут захлебнуться, наткнувшись на вовремя занявшего удобную позицию Тачанку. Тяжелая броня, кстати, для такой роли также отлично подойдет. Так как оперативник изначально будет нацелен на прямые перестрелки, то возможность выдержать одно-два лишних попадания будет для Синавио хорошим подспорьем. Другие способы перебалансировки Тачанки, на наш взгляд, не выглядят эффективными. Стрелковое вооружение Тачанки не нуждается в правках, ибо оно вполне боеспособное и достаточно мощное среди своих аналогов. Также руки разработчиков связывают и то, что ровно такой же арсенал доступен другому российскому специалисту, Капкану, а у него сейчас все в порядке, и дополнительное усиление оружия ему не требуется. То же относится и к дополнительным гаджетам. Колючая проволока и стационарный щит позволяют Тачанке быть чуть более полезными непосредственно при подготовке позиций для обороны, будь то на точке или в роуме. Однако все эти переделки могут сделать Тачанки на новой имбой, поэтому какие-то ограничения все же нужно будет добавить. Думаю, никто не хочет повторения истории с Элой. И мое предложение здесь запретить Тачанке с пулеметом в руках передвигаться в спринте и добавить короткую длиной в 2-3 секунды анимацию переключения с основного оружия на пулемет и обратно. Все прочие действия останутся доступными, он сможет и присесть, и прилечь при необходимости, но вот чтобы быстро бегать, придется потратить секунду-другую, чтобы убрать пулемет за спину и взять в руки любое другое оружие. Эти изменения позволят ограничить агрессию Тачанки и не дадут ему превратиться в неуловимого терминатора, бегающего по всей карте с пулеметом наперевес, уничтожающим всех на своем пути. И последний штрих. Так как у Тачанки появляется свое уникальное и отличное капкан оружие, то я склонен согласиться с профессором и в качестве эксперимента можно дать обновленному пулемету российский Акок. Это позволит еще больше разнести Маэстро и Тачанку по разным ролям в обороне. Если Маэстро больше привязан к своим камерам и зачастую сидит на точке, то обновленная Тачанка это скорее узконаправленный агрессор, и Акок в такой роли неплохо расширит его возможности. Но всегда есть опасность злоупотребления Акоком на спонпиках, особенно если нет необходимости возвращаться обратно на точку. В общем, предугадать, как Акок на таком пулемете скажется на геймплей, довольно трудно, но в качестве эксперимента было бы довольно любопытно его там увидеть. Благодаря нашим изменениям Тачанка наконец перестанет страдать о стационарности своего пулемета и станет крайне агрессивным роумером с огромной огневой мощью, то есть превратится в эдакий аналог Эш в защите, только в тяжелой броне и с куда меньшей подвижностью. Чтобы исключить чрезмерную агрессию и дисбаланс, немного урезаем его в возможности быстро унести ноги из перестрелки, ставя его перед выбором, либо огневая мощь, либо скорость. Уникальная фишка с тремя видами оружия во время игры потребует немного переделать интерфейс кастомизации оружия у оперативников. Однако эта задача не является какой-то сложной в реализации. Ну а класс пулеметов в защите уже довольно давно присутствует в игре. Ну и наконец, какое место для обновленного Тачанки я вижу в будущей Мете? Любителям агрессивной игры он должен непременно понравиться. Появится эдакий аналог ромящего дока, только с пулеметом вместо лечения. Есть немалый шанс вписаться и в Пролигу, как альтернатива агрессивным якорям, защищающим проходы к точкам. А за счет тяжелой брони он сможет выдерживать чуть больше попаданий во время прямых перестрелок. И это даст шанс выйти из нее живым, что довольно высоко ценится на просцене. На этом первый ролик с нашими фантазиями на тему переработок оперативников подходит к концу. Оставляйте свои отзывы относительно этой рубрики и делитесь мнением насчет предложенных переработок Тачанки. Все обязательно прочитаем, а на самые интересные сообщения ответим. Также можете оставлять в комментариях, кого еще из оперативников стоит переделать. И будет вдвойне круто, если вы аргументируете свое мнение и немного опишите, в чем с этим оперативником проблема на ваш взгляд. Так нам будет проще придумать варианты исправления этой проблемы. Я же хочу выразить огромную благодарность всем, кто нас поддерживает. Огромное вам спасибо, друзья. Мне же осталось только пожелать вам хорошего настроения и до встречи в новых роликах. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok